друзья всем привет сегодня 26 марта у нас дезинфекция большая уборка курятника и контрольное взвешивание партии на пурине параллельно с такой классной погодкой у нас большая работа это уборка бролерного курятника большая уборка с дезинфекцией стен потолков и так далее вытащили клетки вот помыли клетки помыли кормушки поилки все помыли в общем поилки продезинфицировали кормушки продезинфицировали клетки мы обработаем огнем и потом дез раствором обработаем скорее всего экоцидом вот курятники все вот вытащили весь инвентарь здесь предстоит нам полная дезинфекция помещения стены вот я пылесошу кстати очень такой хороший метод мне понравился вот щетку такую от советского пылесоса примастырил через переходник и вот ей вожу по стенам и собираю пыль кстати вот разобрал я вентиляцию легко помыл ее без проблем прямо отсюда вентилятор кому интересно вот так оброс пылью сама улитка в таком состоянии тоже почищу ее ну как бы не критично я думал что будет гораздо все веселее но нет нормально вот здесь у нас подрастающее поколение так а вот наша значит эксперимент вот они наши красавцы им сегодня 50 дней едят они финиш как и обещал до 50 дней мы будем кормить и кормили финишем пьют воду простую значит смотрите по температуре здесь температурный режим я нарушил сорок седьмого дня когда начали мы убираться выносить клетки забили партию вот эту значит а температура в курятнике была от 10 до 15 градусов но среднем где-то около 12 вот так так что на это нужно тоже сделать определенные как бы корректировки ну посмотрим сегодня вечером взвесим и узнаем сколько весит эта птица друзья вот весы вот бройлер это что значит это значит что на взвешивание контрольная партия 50 дней на пурине сегодня взвесим посмотрим результат и какие-то выводы уже завершающие в этой партии сделаем так ну давайте не будем тянуть поехали фломастером буду метить тех которых я взвесил и обратно сюда сажать так петух кстати говоря сейчас я скажу давайте здесь уже раз взял так 3920 так а по таблице вес должен быть у нас 3250 тихо 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 так этого памяти или посадили у нас в эту группу контрольную как на зло попали практически одни курицы поэтому поэтому здесь их 9 штук они 8 я еще добавил петуха 1 но чтобы как-то уравнять шансы их так скажем тихо тихо придержи так 3 850 табличный вес 3 250 еще раз так ставлю и сразу мешаем подожди не ходи так есть так ну давайте вот и петухами закончим давай девчонка сама пришла не заставляйте девочек ждать хорошо девочка так 3 кстати по отношению к тазу они тоже выглядят по-другому куда только мы вдевать будем такого размера карпаччо сделан ну наверное так вот курочка так поменьше поменьше а недовольство то 380 ну а какой будет 3 меньше меньше табличного веса курица я еще вижу маленькую курицу давайте вот еще маленькая есть курочка 2855 должна быть причина она не на жопник животик у нее мягкий а вот цвет кожи не очень хороший да ну-ка петушок иди сюда да нет принципе нет нормально забыть покажет мне не похоже что у нее какой-то гребень более-менее розовенький пометили еще одна курочка ну вот курочка нормально 400 ну 420 пусть будет 420 пусть будет хорошо хорошая курочка молодец девочка старалась кушала отдыхала берегла себе так это пометили ровно то сюда нет никого нет 375 и то что вот я говорю у нас контрольных 8 и один петух был отсажен вне конкурса чтобы у нас как бы петухов было побольше да в этой группе контрольные вот он по моему крышется без колец да да без колец не вмещается у него нужно на лапах собирается садится до 3825 так ну вот такие веса 50 дней что я хочу сказать ну результат вы все видите я так чисто его для это порядок помечу сегодня краски так веса вот такие конечно если бы были петухи в основной массе веса были бы побольше а так получилось что у нас в контрольной группе только два петуха остальные шесть это курица по личным наблюдениям до выскажу субъективную точку зрения корм нам в принципе понравился значит едят они его по опять таки моему впечатлению меньше чем другой какой-либо да помета от на этом корме ну я наверное не навро если скажу что в два раза меньше чем вот на других которые мы использовали возможно даже два с половиной я уж не говорю что проблем по поносу не было да все четко ровно то есть хлопот они по уборке не доставляли особо помета мало это самое убирал я без проблем он нормальной консистенции был заметил что воду пьют на этом корме меньше значительно меньше чем вот на предыдущих используемых в нашем хозяйстве вот что еще по значит расходу смотрите скажу вам так старта ушло полтора мишка на 100 голов ну там 103 что ли было сколько точно не помню около 100 роста ушло гровера восемь с половиной мешков и финиша ушло вот на партию которая у нас была вот в этих клетках до которую мы убрали в 46 47 дней ушло 10 мешков финиша то есть в принципе вот я ожидал что будет немного немного больше всего этого по количеству но оказалось вот так и вот эта птица которая значит отсажена была специально чтобы посчитать расход корма до 50 дней съела еще пол мешка но где-то 12 килограмм ориентировочно вот то есть вот до 50 дней она у нас ела финиш чисто зерносмесь сюда не подсыпалась вот этой вот этой вот контрольной группе хочу заметить значит что на сайте пурины прописан вес предполагаемый на их корме в 45 дней это 3-3 с половиной килограмма птица то есть в принципе они 45 дней ну да да где-то так должны быть в таком весе а в 50 дней вот вы веса видели и они превышают в основной массе то табличное значение которое обычно значит про прописывается вот в этих вот таблицах приветствия но есть конечно и отстающие сколько парочку наверно да не дотянули у нас или 1 1 да ну вот такая есть да ну вот такие есть в любой партии еще раз напомню что в этой контрольной группе у нас оказалось 6 девочек но 6 куриц да девочек самок сейчас меня тухлыми помидорами закидает 6 самок и 2 самца для тухлых помидор не сезон так что тухлым яйцом вот по значит внешнему товарному скажем так виду тушек в принципе курица была очень да достойная и жирка достаточно подкожного она не сухая была вот по вкусовым впечатлениям да отлично тушка по внутренним органам ты что там скажешь нам но для начала хочу заметить что кожа была достаточно толстенькая такая жирненькая то есть при запекании при всем отличная тушка получалась даже мясо было как будто прослойки такие мясные жирненькие то есть мясо сочное отличное даже из грудки все получается при пожарке не обязательно там фарш делать отличная курица вышла в общем вкусовые качества на 5 я бы оценила по внутренним органам мне не понравилось что встречалось в 20 процентов случаев увеличенный железистый желудок это преджелудок если хотите то есть он был увеличен я сняла кое-что там я может быть покажу вот но это процентов 20 не больше птицы но в принципе преджелудок у всех больше чем на другом корме но вот процентов 20 я бы сказала что на границе с критической железистый желудок железистый железистый не мускульный а мускульный маленький меньше чем обычно меньше да но мы смотрите мы не даем никаких там камней да кроме ракушки ракушку я им насыпаю ракушку для того чтобы они все-таки не имели тенденцию подержа на ноги я предполагаю что этот корм содержит в себе вспомогательные все эти ферменты которые помогают переваривали он как говорится полу сваренный рис вот уже типа того то есть он не заставляет желудок интенсивно очень работать как допустим у птицы на зерне совсем вот даже наших породных вот зарежь петухов у них крупный желудок смотрите подержа на ноги то есть на жопников было буквально там 12 наверное то есть мало было аквадетрим я не давал в этот раз или давал в самом начале но второй раз не давал когда обычно вот а ракушку подсыпал два раза я ракушку подсыпал вот но на жопников было мало по поводу значит себестоимости этой птицы лена по возможности сделает расчет на подобие как на маркорме она делала и там уже будет понятно сколько получилось по деньгам это птичка мне очень не нравится когда говорят сушу там она примерно столько съела или примерно столько стоит мы с вами посчитаем все конкретно сколько съела корма одна птица с 0 до 50 дней за весь период своей жизни без учета всевозможных за и против чисто сколько корма по весу и сколько это будет стоить деньгах но и также сколько будет стоить по себестоимости каждая тушка индивидуально дошедшая до забоя сколько мы с вами на этом заработали но в данном случае не мы с вами именно мы вот с нашими можно сказать накладными расходами всем остальным я постараюсь привести это максимально приближенно к ситуации с другим кормом чтобы было более менее объективная картина вот так что подождите чуть-чуть я обязательно постараюсь побыстрее сделать для вас опять этот расчет ну вот принципе все рассказали мы об этой птице в этой партии спасибо за внимание надеюсь мы вам были полезны подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки пишите комментарии жмите в колокольчик всем пока но по сарам